Общее сведение. Синдром Барретта, также известный под названием пищевод Барретта, тяжелое заболевание, возникающее вследствие длительного регулярного воздействия кислого желудочного сока на проксимальные отделы пищевода при гастроизофагиальной рефлюксной болезни. Основная опасность данной патологии связана с частым развитием одинокарциномы пищевода на фоне метаплазии изофагиального эпителия. Впервые метапластические эпители пищевода был описан Барреттом еще в 1950 году, однако рассматривался автором как вариант нормы смещения желудка в грудную полость с приврожденным укорочением пищевода. Семь лет исследований в гастроэнтерологии понадобились Барретту для установления того факта, что метаплазированные эпители, содержащие бокаловидные клетки, являются патологическим предраковым состоянием. На сегодняшний день известно, что пищевод Барретта развивается по разным данным у 1-80% пациентов с ГЭРП, причем заболеваемость имеет прямую зависимость от возраста и длительности рефлюксного анамнеза. Чаще всего заболевания возникают в возрасте от 45 до 65 лет, мужчины болеют в 2-5 раз чаще женщин при малигнизации пищевода. Барретта соотношение мужчин и женщин 9-1. Синдром Барретта Причина синдрома Барретта Главным этиологическим фактором синдрома Барретта является ГЭРП. При этом заболевании происходит постоянный заброс кислого желудочного содержимого в нижние отделы пищевода, что в результате приводит к повреждению изофагиального эпителия и его метаплазии. При этом в пищеводе могут выявлять кишечные, фундальные и кардиальные железы. Наиболее вероятно перерождение клеток слизистой оболочки у пациентов с релаксацией кардиального сфинктера повышенной кислотностью желудочного сока, угнетением секреции фактора роста эпидермиса с боями пролиферации эпителия. Рак пищевода у пациентов с синдромом Барретта встречается практически в сотый год раз чаще, чем в общей популяции. Субстратом для образования раковых клеток является метаплазия эпителия высокой степени, для ее формирования требуется около четырех. Лед, а для перерождения метаплазированных клеток в раковые обычно достаточно 6-20 месяцев. Чаще всего к возникновению пищевода Барретта у пациентов с ГРП приводит ухудшение условий проживания, курения и употребления алкоголя. В любых количествах прием некоторых медикаментов на фоне рефлюкса зафагита. К факторам риска относят мужской пол, рефлюксный анамнез более 5 лет, возраст старше 50 лет, неоднократные рецидивы рефлюкса зафагита в течение года. При попадании в пищевод панкреатических ферментов и желчезаболевания протекают тяжелее, а метаплазия прогрессирует быстрее. На начальных этапах синдрома Барретта миграция цилиндрического желудочного петелия в пищевод является защитной реакцией, так как такая слизистая меньше подвержена агрессивному воздействию кислой среды. В норме цилиндрический эпителий может мигрировать за пределы Z-линии, граница между пищеводом и желудком в рамках 2 см, а вот обнаружение метаплазии проксимальнее 2,5 см от кардиального сфинктера после нескольких биопсий позволяет констатировать наличие у пациента синдрома Барретта. Симптомы пищевода Барретта Сложность диагностики синдрома Барретта заключается в том, что его клинические признаки полностью обусловлены гастроизофагиальной рефлюксной болезнью, а выявить заболевание возможно только после биопсии эпителия. Наиболее частой жалобой ее предъявляют три четверти пациентов является изжога, возникающая из-за длительного воздействия кислой среды желудка на слизистую оболочку пищевода. Изжога чаще беспокоит после еды физических нагрузок наклонов туловища. Схожий патогенез имеет и возникновение отрыжки кислотой, желчей ли воздухом. Регургитация пищевых масс из желудка в ротовую полость развивается из-за выраженной релаксации кардиального сфинктера, который не способен больше удерживать содержимое в полости желудка. Гораздо реже больного может беспокоить дисфагия, обычно она развивается при выраженной метаплазии, а ее усиление, сопровождающиеся рвота и кровотечениями, может указывать на наличие одинокарцинома пищевода. Синдром Баррета часто связан с явлениями разивного изофагита, которому сопутствуют хронические кровотечения, анемия и схудание. Кроме того, такие симптомы, как дисфагия, кровотечение, анемия и кахексия обычно указывают на рак пищевода. Диагностика синдрома Баррета. При появлении первых признаков ГРБ необходимо обратиться к гастроэнтерологу. Золотым стандартом диагностики рефлюкс изофагита является изофагогастроскопия с эндоскопической биопсией очагов измененного эпителия. Во время изофагоскопии метаплазированные участки слизистой оболочки визуализируются в виде языков гиперемии, распространяющихся отзетлинии в проксимальном направлении более чем на 2,5 см. Для точной диагностики необходимо осуществить биопсию из 4 патологических участков, провести хромоскопию пищевода и желудка. Для дифференциации патологии и выявления осложнений также выполняют рентгенографию пищевода, гастрокардиомониторинг, импедансометрию, ЖКТ, изофагиальную монометрию, внутрипищеводную ренметрию. Анализ колоноскрытой крови позволяет выявить внутренние кровотечения из верхних отделов пищеварительной трубки. Морфологическое исследование биоптатов при синдроме Барретта обычного является элементом желудочного эпителия в слизистой оболочке пищевода. Цилиндрические эпителиальные клетки фундальной кардиальной и кишечной железы. Учитывая наследственную предрасположенность к синдрому Барретта и одинокорцинами пищевода, рекомендуется исследование уровня маркеров. Дисплазия пищевода в крови. Отсутствие признаков метаплазии эпителия в биоптатах не позволяет исключить синдром Барретта у пациента. Довольно часто биопсия пораженных участков слизистой оболочки затруднена усиленной перистальтикой пищевода, рефлюксом желудочного. Содержимого мелкоочаговым и рассеянным расположением патологических зон. Таким пациентам рекомендуют проводить динамические консультации эндоскописта с повторными биопсиями пищевода.